так друзья возвращаемся в эфир ожидает нас вновь противостоянием участников команды navi хая против ост как и уже сегодня эти ребята встречались в групповом этапе и в первом матче верх одержал ост как посмотрим как будет сейчас сможет легко и взять реванш ну и по сути первая игра уже ничего не значит победитель вот этой вот конкретно партии будет иметь возможность продолжить свое выступление на европейских финалах близко на спрашивали здесь про призовые призовой фонд равен 25000 долларов первое место забирает 10000 второе 5000 3 4 по две с половиной тысячи и 5 8 по 1250 то есть все участники которые приехали сюда в прагу уже по сути попали в призовые но естественно что борются ребята за топ-4 за возможность поехать уже на чемпионат мира на близком ну призовые естественно за топ-4 побольше чем за 5-8 а действительно это не деньги зачем вообще мараться вот сейчас перед нами турнирная сетка тайсенелл обыграв маврика и ост как у уже забронировался себе место в топ-4 данного турнира и вот по нижней сетке я прошел маврика и сейчас узнаем имя второго игрока который поедет на близко он в данный момент насколько я понимаю life coach играет с герой победитель пара этой пары будет играть с павлом после матча с кака хуя вот у нас сетка группа б а не ри обыграл лавку life coach а и затем павла не ирия уже на близко не павел обыграл геру но проиграл а не ирия и ожидается сейчас победителя пары life coach гера а тем временем игра уже у нас начинается игроки вновь жмут друг другу руки оба они в клубных цветах цветах команды navi финал европейского чемпионата завтра то есть завтра топ-4 продолжат борьбу за призовые места вот а сам близко он 6-8 если не ошибаюсь ноября так напомним вам классы за которые играют оба игрока пускака играя за жреца воины и друида хоя заявил друида ханта и паладина паладина кстати мы не увидели в первом матче тогда него дело не нашло так первым первая игра в этой серии друид против патрон воина да не рия уже железно едет на близко на он топ-4 европы нет это не повтор это вторая партия такая вот турнирная сетка получилась знаменитый ход монетка армор смит в темп от пост как им ну хоя ответит скорее всего бойцом дарнаса хотя он понимает что можно нарваться на огненную секиру да в принципе с такой рукой такую пост как и может быть и слэм плюс мастер брони ну кстати армор смит с монеты как раз дает тебя понять что может пойти слэм типа нету пушки допустим но ты играешь на опережение и сыгнул сыграв вот мастера брони с монеты ты можешь с помощью слэма забрать бойца дарнаса ноги на секира у нас имеется нет смысла тут что своим сдавать в пустую легко забирает два-три существо с как этим самым сбивая немножко темп с другой стороны 4 хода ухо и не было поэтому и все равно в ответ идет тень макс рамоса аст как а поднимает без байт с как а думать сейчас ставит ли околита либо возможно разыграть корсара плюс а белку не знаю наверное корсар плюс а белка нам поинтереснее смотрится колита могут засалить но все-таки решает сыграть именно служителя боли информация по мальдивам я ребята не владею да я весь вечер комментирую один завтра будем комментировать совместно с иваном или мы так тень выходит из стелса убивает служителя боли и крошеров вдобавок чем ответит остка к какой вариант размером выберет интересно секирой заберет крошера допустим своим в тень ну тогда ты со своими карту не добираешь своим в крошера решает счет на секира приходит так разыгрывается корсар и вихрь на нет не вихрь армор смит у нас армор смит 1 микро ропад выпадает из крошера принципе неплохое существо пускак у нас из швеции ребята ахоя из норвегии так здесь темпа берсерк плюс секира убивается микро робот дания я норвегии сказал прошу прощения дания хое издание из норвегии у нас тайс короче они все из европы это стопудово айси с галани так я это и сказал я сказал что я ошибся что хое из здания тайс из голландии все проехали ребята не на том вы акцентируете внимание любой косяк стримера комментатора просто сразу все набрасывается как будто этого и жду и ждут момента типа о боже как так можно было зафилить а я сказал из норвегии все я зафилился ребята двойка мне по географии комментатор вообще ни о чем зайти мы сидим да я то знаю зачем вы сидите не первые не первый год замужем как говорится так разыгрывается здесь гуля берс уже 64 статы имеет еще качается армор об в лицо там какие-то овации на фоне возгласы видимо там что-то интересное в паре life coach гера происходит директору коммента после стрима обязательным первым делом директору так здесь идет сальвана из крошера выпадает не очень хорошее существо как там у серебряный дозорный что-то типа того активируется она только при нажатии обилки до этого момента атаковать не может нет герой life coach она мне покажет показывает только main stage и насколько понимаю сегодня осталось у нас две игры матча проходит с опережением немножко расписания сейчас играет хвост как а и победитель этой пары в топ-4 попадает проигравший соответственно покидая турнир и павел ждет победителя пары гера life coach и вот последний финальный матч на сегодня будет как раз павел против одного из игроков которые играют в данный момент так доктор буна 100 лет плюс дикий ров в руке уходим что делать уст как и есть казнь только каким образом активировать вопрос он может просто дать укусы тирать вихрь и убить казню бума бомба на 6 неплохо и остается ждать патрона да руку руку хуя хороший явно несложно назвать два диких рева в теории в теории это 5 можно даже с руки а вот здесь патрон будет ли ждать до следующего хода уст как и на следующий ход он сможет хотя бы еще одного патрона сделать с помощью злого надсмотрщика сейчас никак патроны к сожалению не разогнать ну и боится он нарваться на какой-нибудь римуал он решает разыграть патрона и таск мастера тем самым сделать два патрона хорошее решение пожалуй лучше данной ситуации так здесь туристово ну разыгрывается то риса на если очень сильно боятся патрона в теории можно одного даже забрать так и поступает хуя дает дикий рев один благо второй в руке и вихрь заходит неплохо опять же в данной ситуации понятно что хуй правильно сделал что отдал дикий рев не стал где-то жадничать немножко потому что сейчас вместо двух патронов было бы 4 ну и плюс патрон который имел 5 единиц атаки легко бы разменялся с таурисаном ну и ухо остается все лишь три единицы здоровья заходят с древо мудрости ну тут проблема в том что даже если он сыграет древо мудрости на добор на трех кристаллах что наверное ну да какие карты на хило разменивается и билкой заберет тоск мастера пошла по сути игра на топ деках думает насчет дикого орелом причем дикий ров скорее всего он сыграет он заберет командира песни войны скорее всего да решает это же сыграть надежно там-то улица ну дешевляет пустую руку здесь гномка добор на три карты гулян рейдж повезло очень ускаки на этом ходу что нашел столько добора и все-таки дожимают нажимают андруида и берет первую победу победу на патрон воине что хуя покажи нам паладина своего может пришло время паладина секрет один а вдруг там неожиданный какой-нибудь паладин на драконах я понимаю что сам в это не верю но какой-то шанс там минимально то есть на этом черно-белый человек сыром где не надоело еще комментировать а что можно уже заканчивать ну ладно я тогда выключаю да пойду мил пал бурл один вот наконец то видимые хранительницу секретов сквайра видим паучка хорошая рука в целом для хоя я думаю что даже он еще меня здесь не будет играет он против дракон при 100 ну учитывая так только кускаки заходила например в партии с тайсом на жрец эту тут непонятно как она будет хотя в теория матча плюсовый для дракон при 100 наверно нет ребята хуя не баба хуя у нас молодой человек девушек на турнире не заявлено ну да в плане матча по я согласен что для жреца хороший хороший расклад а вот в плане старта все очень неплохо у паладина а у жреца по-прежнему как-то это все так радуется интересного потому что потому что зашел дракончик у сткаки или там опять же что-то дико интересное в матче гера против лайфкоучи думал у доска к очевидно над ходом пиромансер монета дракончик чтобы бабу снять с двух существ это сцены по другим играм а вы кстати может быть там же параллельно идут еще матча по старкрафту ход суток галя пули нового 2 пока просто hill выжидают ускака стол не сильно не сильно опасный пока так и вот заходит у нас загадочный претендент как раз почти под шестой ход идеально разыгрывается кроша все что есть на столе все в лицо так здесь лазурный дракон ну как тоже нужно что-то со столом делать наверное или хочет терпеть все таки до световой бомбы либо же монета кольцо света на следующий ход можно еще одну дать либо губителя крыла тьмы немножко призадумался ускака бомбу нужно держать под ход когда выйдет претендент мне кажется здесь овенш точно сыграются вот искупление на искупление тоже играется оба секрета искупление по идее если разыграет хули нового скака воскреситься кроша что типа здорово 2 хули нового везет нас решается кроша это очень здорово плюс еще баф ну пойдет на кроша на это неплохо а не везет такое что выходит дозорная из крошера таковать он пока не может здесь доктор 6 который вешает 4 секрета интересно покаяние он не играет какой секретов а вот бомба венш тут уже не везет венш падает на дозорного боевой настрой так консекреты кроша ну кроша хороший туб нет доктора 5 нету швд тем временем у жреца 14 единиц здоровья потихоньку продавливает паладин доктор 5 лодхип нет потому что он не делает ну такого очевидного преимущества выходя на стол скорее то улица мужа доктор 5 нежели лодхип хотя не то улица до доктор 6 тоже не подходит играется уже покаяние за пятерку наверно до лодки в самый такой жесткий персонаж интересное решение по зачистке стола очень крутое единственное тем самым он отдал отдал уменьшайся равно при этом почти зачистил стол говорит кто я такой не твое дело он тут уже один секрет все лишь вешается тем не менее пушка 66 на столе это всегда приятно да все лишь один секрет сейчас висит на паладине но это потому что много секретов пришлось с руки разыгрывать разыгрывается кабалка забирается армар смит и хил себя вот я идет кон секрет есть печать королей за счет броневички немножко еще прист поправил свое здоровье все фейс на 5 хп живет ну и похоже похоже все таки бы паладин продавит в теории может начал сыграть любителя крыла тьмы разменять мрачного претендента этого загадочного точнее решает равна карту с помощью лазурного дракона слова силы щит 4 таунта не зашло преступность причем эти таунты ни разу еще не были сегодня в игре как-то очень сильно не заходит ускаке на кресте к сожалению так или иначе 11 победа паладина у нас павел этих двух должен просто рвать да вообще слабый слабенькие ребята плохо играют то ли дело павел только есть проблемка павел в другой группе победители этой пары в топ-4 входит если павел опять же обыграет победителя пары life coach гера то завтра у него будет возможность изи раскатать одного из этих парней так для хуй остается друид и охотник хост к к можем победить на друиде и жрецы сегодня же не сегодня после этой пары по идее еще один матч только нас ожидает а именно как раз матч павла против life coach а либо же герой хотя нет еще полуфинала нас сегодня ожидают а завтра только финал даже вот так вот точно точно что-то я поспешил закончить пораньше нет еще ребята у нас еще помимо этой получается три игры так ладно следующее у нас матча это хант против друида видим у друида хороший старт сразу же есть разгон виде озарения буйного роста и крошера я думаю все карты оставят узко какое оставляет лук и секретчик а а я то думаю чё так быстро по времени все идет я просто смотрел до этого расписания помню что там прям игры чуть ли не до 11 часов распланированы так ладно здесь у нас опенинг охотника виде секретчик а мост как и есть два озарения на руках ничего играем будем рост ловим доктор бума на следующий ход единственный хант на турнире из тех игр которые мы видели туда не видели мы маврика и не видели гену маврик уже вылетел а гера если обыграет лайфкоуч а то увидим его в матче с павлом там может быть будет хант какой-нибудь в коучах анкс так давайте сферу да у точно лайфкоуч еще есть охотник точно 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 в коучах охотник здесь лук размен еще озарение древа мудрости на добор правда против ханта вообще обычному дерево лучше играть на хилл в данной ситуации рука очень слабая нужно искать какие-то карты вот например свайп свайп хорошо так разыгрывается у нас а змея заходит высокогриф опять же почти пол шестой ход плохо когда со старта эти карты в руку попадают но вот когда они приходят уже на четвертом там пятом шестом кристалле это конечно здорово это ключевые карты так и что делать здесь опять же здесь дилемма какая ловушка это раз ну и опять же несколько вариантов розыгрыша можно сыграть крошера озарение свайп можно сыграть паури сан можно было сыграть дуида копте убирает розыгрыш паури сана и древо мудрости не атакуют у нас ну а Продолжение следует... Так, и вот теперь хант призадумался. Жалко, нету зверей на столе. Тут псарь зашел. Плюс опять же килкоманд есть, но нету зверей на столе. Решает разыграть железноклюва. И килкоманд. Все остальное фейс. Луком не бьет, хочет зарядить лук с помощью ловушки. Опять же оппонент скорее всего думает, что там морозная ловушка, а не змеи. Секрет у мага висит змеиная ловушка. Не вскрывает секрет. Идет в рывок агрессивно. Пошел друид ханта убивать. Здесь высокогриф очевидно, но ситуация опасная. Хант понимает, что может вот с хода на ход проиграть по сути. И друид вероятнее всего сумеет первым продавить. Вариантов тут особо нету. Выходит на стол высокогриф. А луком по-прежнему не атакуем. Здесь дикий рев. Бах-бах-бах. 2 дэмэдж. Прожимается обилка. И это 2-1. Пользу оскакин. Побеждает он на друиде. Итак, матч-поинт для игрока из Швеции. Остается ему победить только на жреце. Но помню, что за жреца он уже один раз оступился. Про севостояние с Хоя также проиграл на жреце Тайя. Ну и оба этих матча очень сильно не заходило. Нужно отметить. А от захода очень многое, конечно. Зависит в деке дракон пристан. Да и не только. Вообще в Хоя многое зависит от захода. Нави против Нави изи для Нави. Это нам. Это нам. Продолжение следует... Продолжение следует... Против чего пироманта играть в друида? Против тени какой-нибудь? Продолжение следует... Слово сил и щит я бы точно оставил насчет пироманта, можно подумать. Вот, а Хоя, наверное, можно заменить все, кроме Гнева. Да и то Гнев, он убивает Клирика, убивает Дракончика. Заменяет все карты, полностью ловит Бумерост, ловит Тень. Хоя, Асткака оставил все карты, которые зашли ему на старте. И снова, к сожалению, нету второго дракона, чтобы Дракончика с бафом разыграть. И снова мы видим опенинг монета пироманд. Ответ идет буйный рост. Здесь агент, слушайте, по-моему, зеркальное отображение матча, который был уже между этими игроками в группе. Там точно такой же опенинг был. Счет комментирования Америки, ребята, пока ничего не могу сказать. Диерея выбил Павла, да, Павел сейчас ожидает оппонент. Это будет либо лайфкоуч, либо Гера, 89. Так, Друид разыграл Тень. Здесь выбор между избранниками Велены и темным сектантом. Наверное, темный сектант более хороший ход. Насыщать стол. Так, сдается, здесь дикий рев. Размен стенки и убивает пиромандом. Ой, по сути, единственный возможный ход тут был. ШВД заходит на том деке. Вперед идет добор. Слушайте, может, Тоскака забыл реально драконов положить в деку? Мы не видели реально сумеречных стражей. Стенки, 3-6. Изьера была. Лазурные вроде тоже были. Решает разыграть Миншайстер. Но дракончика пока нельзя разыгрывать. Сильвана. Так, Сильвана. Ну что, нужно отдавать, наверное, стол Сильвана. И разыгрывать. Губитель, окрывать мы. Так, здесь свайп. Ну что, древо на добор. Что-то драконы не выходят погулять, ребята. И несмотря на это все равно, тут Прист неплохо себя чувствует. Нет, это точно не повтор. Хотя партия вот очень такая, знаете, как... Ну, ловишь дежавю, вот это про эту партию. Развитие событий похоже. Ускаки есть дракончики 4-6. А что это за дракончики 4-6? Есть дракончики 3-6 таунты. Есть сумеречные драконы, которые... Количество единиц здоровья получают в зависимости от количества карт в руке. Видимо-то этих. Имеешь в виду дракончиков. Я не видел у него сумеречных драконов. Сумеречных стражей тоже не было. Это очень странно. Лазурные вроде были. И были вот эти маленькие. Первые дропы. Ну, как бы шутки шутками, но реально такое чувство, что ускака забыл там несколько драконов в деку положить. Так, пожалуйста, не спарьте в чат, ребята. Одно и то же. Это неправильно. Так, и друид-то тут на 10 хп остается. Нужно обязательно разменивать губителя. Иначе просто ты рискуешь умереть следующим ходом. А, сдаются пеньки. Плюс гнев. Ну, тут тоже такая рука. Ну, что будет, просто кабалка играться. Ну, надо кабалку как существо играть. Ответ идет Таури-Сан. Проживается обилка. Так, темный сектант. Опять же, есть ШВД. ШВД однозначно нужно играть темного сектанта тоже, пожалуй. Почему, собственно, и не сыграть его? Еще и отхилиться можно на 2 единицы. Нет, дракончика. Все, не вытерпел. Все в бой. Дракончик 2.1 тоже пошел. Всю игру он простоял. Слушайте, интересно было бы посмотреть на Де Кост Каки. Все-таки как-то очень странно выглядит. Может он реально дракона в половину не играет? Типа он играет маленького дракончика как опенинг, чтобы бафать, там, не знаю, техников, чтобы бафать. Точнее, не техников, губителей. Техников он не играет, играет культистов. Культисты сильнее. Так, в ответ идет свайп. И, как ни странно, второй свайп. И выходит крошер. Слушайте, ну как бы Прист всю игру давил-давил, а теперь такая ситуация, что Прист играет, по сути, на топ-деках. И Друид вообще легко может игру вернуть. Друид отбился. Угроз, как мы видим, пока нет у других. Творину зовут Александр. Думаете, просто не нафармил на драконов пыли Осткака? Тут же аккаунты неродные. Приходишь, а такой аккаунт дают, а у тебя тут карт нету. Говорят, ну, дают там 30 минут, говорите, фармите, парни. Сколько нафармите, столько и темпа БГХ. Еще врасик на набор дает. Ай, молодца. Достает Лодхиба. И, похоже, слушайте, это камбэк, ребята. Нет, есть все-таки драконы. Как же они не заходили тогда? Это просто невероятно. За все эти игры этот дракон в первый раз выходит. Сумеречный страж. Но сейчас это просто 2-6. Просто 2-6, даже без таунта. Причем дракона держит, не разыгрывает. Ну, все-таки, да, он решил сначала дрогнуть карту, после чего принял решение. И тут, похоже, летал, друзья. Заходит дикий ров, в руке есть сила природы. И это 2-2. Хуя забирает все-таки партию на друиде. Хотя изначально прист давил всю игру, он давил. Но не хватило. Ост-фаоскака отмечаем опять фантастический низоход на присте. Спасибо. 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 Так, ну и решающий матч у нас будет Охотник. опять же на жреца. По идее, жрец в данном отчапе фаворит. Но с такими заходами тут, конечно, посмотрим. Поживем, увидим. Поживем, увидим. так финальная партия видимо тут еще волшина музера было видели мы ее на мульгане хуя скорее состоит только хаундит крипера автос как я даже не знаю наверное темного культиста можно оставить остальное замулиганить а можно вообще всю руку замулиганить тем временем пишет что лайфкоуч гера 22 вот это потные катки пошли как говорится напряжение до последней партии даст как оставлять только темного культиста все остальное замешивать в колоду приходит второй культист приходит 24 стенка которая без дракона не стенка здесь нужно пропускать безумный ученый и это не дракон да что ж так не везет то то тогда монета культист если бы зашел дракон было бы здорово поставить все-таки это он 24 блин жестко так здесь зелен пропустила какая ловушка повесилась как мы видели хуй играет фриз трап и змей меньше ханта очень сложно будет против пристав любом даже даже в случае не захода там драконов ну как бы прист реально это контракт охотнику тут изначально все очень сложно да это морозная ловушка возвращается раненый культист у нас 32 выходит на столб сарь баффет паучков паучки бьют на 3 по лицу пристовскому может как и нету таунта в руке потому что у нее нету активацию драконов он похожего разыграет как 14 просто и швп размен культистов псаря и в итоге 17 тушку веем на столе почти как могу шан только не могу шан ханта дает метку призрачным паучком забирает 7 выходит на стол жонглер и разжимается обилка в руке как мы видим два квикшота и kill команд вот заходит дракон но тоже этот ну как бы здесь хорошо дракон под губите разошел очень здорово можно бить жонглера вообще-то такой дракон который тоже без бафа драконов особо не выпустишь просто тушка 26 за 4 ты стала это слабо все же очень сильно зависимо вот такие драконе деки от синергии от захода но обычно почему-то дракон пристал заходит ну как бы хорошо а здесь третья игра и ост как и нету этой синергии они чувствуются тут реально когда заходит дракон то это вызывает у тебя это некое удивление ты прям такой вау дракон зашел хотя по сути это должно быть нормой выходит на стол железноклюв отдается kill команд вот теперь можно разыграть стенку 36 это уже неплохо но решает кабалка украсть железноклюва помани плюс лишить зверя плюс убрать существо со стола опять же дракон еще свое слово скажет все медленно но уверенно идет к тому что все-таки прист держит веры здесь мне так кажется по игре сергей дарши добавила того что 36 за счет синергии драконов еще сувечный страж то он получает а вот там 36 это уже сильно выглядел ну и здесь непростой выбор ухо и он понимает что он где-то уже далеко позади возможно думает на тему чтобы сдать два квикшота но все-таки выбирает розыгрыш безумного ученого но может было в теории разыграть ученого дать два квишота в кабалку добрать одну карту там зачистить стол но то видимо слишком пассивно как он подумал один крышок все-таки сдает в жрицу выходит у нас сумеречный страж баф на жрицу и жрица уже идет в лицо не обращает внимание на безумного ученого здесь хороший топ дек виде высокогрива здесь еще и за и зера заходит неплохо швд плюс холли нова ну и собственно все борт полностью за престом 21 дениса здоровья у ханта практически простая рука вилл плейд говорит хоя и это ребята 32 уст как а во второй раз за сегодняшний день одерживает победу над хоя и становится тем самым вторым участником плей-офф топ-4 европы вилл плей-офф топ-4 европы